Доброго времени суток, друзья! Если вы часто пользуетесь скайпом, то, я думаю, у вас была такая проблема, что вы удалили какое-то сообщение в переписке с вашим контактом и хотите его восстановить. Вот, например, у меня есть контакт Иван Иванов. Я написал ему два сообщения. Первое «Привет, как дела?», а второе сообщение я удалил. Я, к сожалению, не помню, что я там написал. Мне хотелось бы восстановить это сообщение. Итак, что мне для этого нужно делать? Для начала нажимаем на поиск и пишем «Выполнить». Нажимаем, вводим сюда вот такую команду. Эта команда будет в описании под видео. Там ее и сможете найти. Нажимаем «Ок». Теперь выбираем папку, у которой название точно такое же, как ваш логин в скайпе. Посмотреть, какой у вас логин был при регистрации можно, нажав вот сюда, допустим, на свое имя. И вот здесь будет надпись «Учетные записи». Вот все, что после учетной записи, это и есть ваш логин. Так, я захожу в эту папку. Далее переходим в папку «Chatsync». Отлично. Здесь нажимаем на поиск. У нас появится как бы дополнительное менюшка «Поиск». Нажимаем на нее и выбираем дату изменения. Сообщение, которое я удалял, было на прошлой неделе, поэтому я и выбираю пункт на прошлой неделе. Происходит поиск, в результате которого находятся файлы, которые были изменены именно в тот промежуток времени, который я указывал. Чтобы мне было легче, я эти все файлы скопирую на рабочий стол. Копировать, ставить. Отлично. В принципе, это я могу закрывать. Это мне уже тоже как бы не нужно. Я сейчас перейду к самой переписке. Итак, далее. Как нам открывать эти все файлы? Ну смотрите, есть два метода. Первый, наверное, самый распространенный. Это при помощи программы Microsoft Excel. Так, ищем Microsoft Excel. Я открываю это приложение. Например, на пустую книгу переходим. Это, в принципе, не важно нам. Файл открыть. Обзор. Выбираю рабочий стол и абсолютно все файлы. Ну вот давайте, например, давайте какой-то вот этот. Попробуем открыть. Я нажимаю открыть. И вот здесь самое главное выбрать формат файла. То есть мы нажимаем вот на эту стрелочку. И из всего вот этого списка нам нужно найти Unicode UTF-8. Вот он. Нажимаем далее. Вот здесь вот вы можете видеть вот в самой первой строчке логин того человека, с которым вы ввели переписку. То есть открывается история переписки. И вот здесь вот, соответственно, будут два логина. Это ваш один, вот он, R2121. И логин того человека, с которым вы переписывались. Возвращаемся к скайпу. Я нажимаю вот сюда вот, на иконку. И просматриваю логин человека, с которым я переписывался, который мне нужен. Как вы можете видеть, эти логины не совпадают. То есть эта переписка сейчас у меня откроется с другим человеком. Меня это как бы не устраивает. Поэтому я даже не буду открывать. Давайте смотреть следующий файл. Также открыть обзор. Ну давайте, например, первый выберем. Нажимаем открыть. Делаем все то же самое. То есть находим Unicode UTF-8. Где у нас он находится? Вот он. Так, смотрим опять же логины. Вот здесь мой логин. И вот здесь вот логин как раз того пользователя, который мне нужен. Я нажимаю далее. Еще раз далее. И готово. Открывается переписка с этим пользователем. Но, естественно, она не в таком удобном виде, который бы нам хотелось. Чтобы найти именно нужную информацию, все. Я скопирую. Нажимаю Ctrl-C. Перехожу опять в Excel. Нажимаю Ctrl-F и Ctrl-V. Нажмем найти все. И вот нам показывают строчку, в котором есть вот наша искомая фраза. Отлично. Так, как вы можете видеть, вот здесь вот привет как дела, то есть то, что мы искали. И далее... Так, это закроем. И далее идет сообщение, которое удалено. То есть нам нужно просмотреть вот после вот этой ячейки, все вот эти вот ячейки и найти фразу на русском языке. Потому что я помню, я писал на русском языке. Но если вы писали на английском, то будете искать на английском. Которая вот идет следующая эта фраза. И она будет именно нашим удаленным сообщением. Ну, как можете видеть, вот. Ты из какого города? То есть вот это сообщение я удалял. Сейчас я вспомнил, что действительно я писал такое сообщение. Ну вот мы с вами и восстановили наше удаленное сообщение. А есть еще второй, чуть-чуть более удобный метод восстановления сообщения. Потому что пользоваться Excel бывает неудобно. Сейчас я это все дело закрою. Можно сразу посмотреть название файла. Это 4А17 и так далее. Нажимаем не сохранять. То есть в принципе мы можем оставить только этот файл. А вот эти файлы нам не нужны. Они связаны с перепиской с другими пользователями. Так, я это все дело удаляю. Итак, а второй метод основан на том, что вы просто скачиваете и устанавливаете какой-то текстовый редактор, который способен перекодировать. То есть использовать перекодировку в Unicode UTF-8. К сожалению, обычный блокнот не способен это делать. Поэтому я установил Notepad++. Нажимаем Edit with Notepad++. Отлично. А далее идем к кодировке. Кодировка в UTF-8. Также стандартная наша комбинация клавиш. Ctrl-F, Ctrl-V. Можно искать далее, нажать. В принципе это не важно. Вот нам подсветили место, где находится наша запись. И далее просматриваем, ищем следующее сообщение. Так, тут ничего нет, ничего нет. Вот из какого города? То есть та же самая информация, то же самое сообщение нашлось при помощи текстового редактора. Больше сообщений быть не должно, потому что у нас всего в переписке два сообщения. Ну, так бегло пробежав по всему этому файлу, я не нахожу ничего. Ну что ж, друзья, теперь-то уже вы точно знаете, как восстановить удаленное сообщение в скайпе. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии, я постараюсь на них ответить. А с вами был канал Шара Геймс, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok